Наверное, власть не поступает таким образом, чтобы искусственно преуменьшить масштаб проблемы и не допустить паники. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Васильева, и я возглавляю профсоюз медицинских работников. То, что я сейчас скажу, очень важно и касается распространяющегося коронавируса и здоровья каждого. Поэтому послушайте до конца. Я хочу, чтобы все были свидетелями моего обращения и к московским властям, и к федеральным. Потому что мало того, что они бесконечно врут по коронавирус, занижают количество заболевших, так сейчас своими бездарными действиями еще и усилят его распространение. К нам обращаются врачи из больниц, в которых фактически разворачивают центры лечения больных коронавирусом. Вместо того, чтобы честно об этом сказать, власти маскируют назначение коек и называют их койками для больных пневмонии и ОРВИ с тяжелым течением. В частности, в больнице имени Мухина организовали 240 таких коек. При этом уже имеющихся больных отделений терапевтического, кардиологического переместили в хирургический корпус. И ужас заключается в том, что врачи не обеспечили никакими средствами защиты, ничего с ними не обсудили, никаких соглашений подписали. На базе нашей больницы развернули 240 коек для пациентов с пневмонией. При этом не обеспечены соответствующим штатам. И врачи других специальностей, у нас неврологов, кардиологов, эндокринологов, заставляют работать с пациентами с пневмонией. Всех пациентов, которые мы лечили, профильных больных, не смогли разгидать по Москве. Пришлось их перевезти в хирургию, в гинекологию. И как бы закрыли все вентиляционные ходы, там бумажки. Средств защиты нет, ни масс, никаких костюмов, соответствующих и ничего подобного. А кардиологов, эндокринологов, терапевтов заставляют лечить пневмонию. И теперь нам звонят кардиологи, неврологи, эндокринологи, возмущенные тем, что должны работать с больными коронавирусной инфекцией без средств защиты и без полученных знаний в этой области. Наверное, власти поступают таким образом, чтобы искусственно преуменьшить масштаб проблемы и не допустить паники. Однако, единственным последствием такой конспирации станет то, что центры лечения коронавируса превратятся в центры распространения коронавируса. От имени профсоюза медицинских работников я требую от московских федеральных властей немедленно прекратить эту практику вранья, конспирации и безответственности. Мы требуем обеспечить врачей всеми необходимыми средствами защиты. Мы требуем прекратить врать. Мы требуем, чтобы больных с коронавирусом лечили пульмонологи, а не кардиологи, эндокринологи, терапевты. Центры лечения коронавируса так и должны называться и организовываться по всем правилам эпидемиологии, а не по правилам пиара. Если паника и возникнет, то от слухов, которые возникают, из-за бесконечной лжи. Призываю всех помочь нам распространить это обращение, чтобы Собянин и Путин не делали вид, что его не замечают.